Владимир, день добрый. Да, привет, Андрюх. Ну, ты дал рекомендацию, я считал покупать «Газпром» некоторое время назад, и «Газпром» с тех пор вырос. Значит, ты наверняка отслеживаешь этот комплекс нефтегазовый. Что ты думаешь по поводу цен на нефть в преддверии заседания ОПЕК 1 декабря? Ну, во-первых, мои идеи с «Газпромом» никоим образом не связаны с нефтью вообще, и тем более они связаны с ценами на нефть. Эти идеи связаны с тем, что я считаю, что постепенно у нас приходит время инвестировать в Россию, да, это первое, и у России есть шанс в ближайшие годы выступить таким, ну, если не островом стабильности, да, таким вот, то, возможно, даже мы будем притягивать на капиталы по тем причинам, которые я уже там, не знаю, сколько раз рассказывал, объяснял и так далее и тому подобное. Вот. И исходя из того, что идет явный переток, да, вот эту идею пиарят уже какое-то время из сегмента акции роста в акции стоимости. Соответственно, у нас индекс РТС – это и есть, по сути, да, такой индекс стоимости, но там за исключением там буквально нескольких системных компаний в основном, да, это как раз индекс стоимости. А «Газпром» – это самая такая компания, которая интересна с точки зрения стоимости, причем не только на год, но и на среднесрочный период, что называется. Вот. Это первое. Что касается цен нефть, то тут я вообще не вижу никакого смысла сюда смотреть. Да, рынка нефти его, собственно, нет. ОПЕК плюс своими действиями его уничтожил. Мы видим, что полгода уже, да, вообще ничего не происходит. То есть там с конца мая, начала июня образовался такой совершенно четкий ценовой коридор, из которого мы так никак и не выходим. Мне очень смешно, конечно, наблюдать, когда коллеги пишут, вот, там цены на нефть выросли, цены на нефть упали, при том, что вообще ничего не происходит. Вот. То есть там сверху граница, там, долларов 46, снизу, там, где-то 30, наверное, 7-38 примерно. Вот. И вот в этом коридоре вот уже полгода цены находятся, и никак они из него не выходят. Смотреть нужно на объемы добычи, на объемы поставок. Здесь никакого восстановления нет, днем с огнем его не найти. Все вот эти, вот этот вот сказ, все эти сказки, которые, да, там, рассказывают по поводу того, вот сейчас будет там вакцина и там что-то на рынке нефти изменится. Это, конечно, в общем, ну, редкие, редкое издевательство над здравым смыслом, потому как я уже много раз объяснял, ребят, возьмите просто динамику объемов потребления нефти. Ну, так хотя бы лет за 10 просто так, чтобы было понятно. И всем сразу станет видно, что и до вот этой всей коронавирусной истории потребление нефти уже в течение там нескольких лет просто стояло на одном месте. То есть, как при этом оно может восстановиться до этих уровней, ну, при том, что мы никогда больше не будем столько ездить, летать там в командировке, да, на отдых и так далее. И, то есть, с какого перепугу это произойдет. Плюс при условии, что газ постепенно, медленно, конечно, это нормально, вот вытесняет нефть и будет продолжать вытеснять дальше. Плюс ко всему, да, там, вот эти, ну, всякая там нетрадиционная, как ее раньше называли энергетика, она тоже увеличивает свою долю в энергобалансе. Это тоже процесс медленный, да, но он продолжается все вместе. И такой фактор, как демография. Вот. Понятно, что вот эта вот коронавирусная история, плюс голод, который будет совершенно однозначно в следующем году, тоже уже объяснял много раз, почему. Это тоже приведет к, вместо того, что, ну, во-первых, у нас и так, да, при, ну, естественными факторами, темпы прироста населения с 1970 года постепенно снижаются, то сейчас мы уже увидим, что рост населения Земли, он просто остановится и даже, возможно, немного снизится, да, в общем, количество живущих на планете, в том числе и из-за, там, коронавирусной истории, из-за голода и так далее. Вот. Соответственно, демография – это ключевой фактор, да, экономического роста и вообще экономики. Поэтому в таких условиях, да, просто объем потребления нефти, ну, понятно, что особенно сейчас, да, когда идет вот это вот, как ее там называют, вторая волна, которая не является, как мы уже знаем, второй волной, это давно говорилось об этом. Вот. В этих условиях понятно, что будет провал, ну, возможно, там будет восстановление, ну, не знаю, куда-нибудь, там, к 95, может быть, чуть больше, да, там, миллионов бочек в сутки в плане потребления нефти. Вот. Но мы будем просто наблюдать дальнейший рост конкуренции за рынки сбыта и будет какое-то время, там, стагнация в объемах добычи и поставок нефти, да, если мы там про нашу страну говорим. Ну, а дальше все эти объемы, они начнут, так это, медленно снижаться и так далее. А в этих условиях «Газпром» является интересным, потому что, ну, кроме вот этого перетока в стоимостной сегмент, просто не будет смысла никакого, да, при, там, стагнации потребления или даже если будет рост потребления газа, да, он будет совершенно символическим, да, строить какие-то новые газопроводы и делать большие или какие-то значимые капитальные вложения, да, в, опять же, там, инфраструктуру, в добычу и так далее не нужно. Соответственно, а это была, ну, как бы основная, да, была проблема, которая, там, задерживала рост стоимости акций. Поэтому они смогут, там, при любой практической ситуации выплачивать достаточно серьезные дивиденды и привлекать к себе капитал. Ну, а дальше уже можно, там, если на это еще наложится, там, улучшение управления, там, смена власти у нас. Ну, и без этого, да, мы видели, что, там, в, там, 2000-е годы, там, были, были безумные тренды роста, да, без всякой смены власти. Ну, и таких, в общем, историй их более чем достаточно. Спасибо большое, Владимир. Пожалуйста. Спасибо.